Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь! Это я тебе обещаю! Ну, а тот, кто полностью посмотрит ролик, сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть смартфон из этого выпуска абсолютно бесплатно. Погнали! Олды на месте! Сейчас расскажу то, от чего, возможно, у некоторых пойдут слезы ностальгии. Это игровая приставка, но в маленьком формате. К ней можно подсоединить наушники, а также разного рода дисплеи под разные порты. Помимо того, что он поддерживает несколько сотен игр, так он еще и может выступать как геймпад для разных платформ. Возможно, я скоро вновь буду играть в игры, посмотрим. Питается от батареек, доставка быстрая. Если ты слишком сильно заботишься о своем здоровье или просто не хочешь пачкать руки, у меня есть интересная вещица. Вот эта штука помогает открывать все двери-домофоны, а в некоторых случаях даже замки, при этом к ним не нужно прикасаться. Лишь элегантное управление вот этим… даже не знаю, как назвать правильно, и все. Перед тобой открыты все двери мира. Детского мира, Ашана там, квартиры. Еще они есть разных форм, чтобы можно было как ключи использовать. Внимание! То, о чем я сейчас расскажу, запрещено людям до 18 лет. Расскажу я сейчас про тычковый нож. Это особая разновидность ножей с нестандартной формой рукоятки. Т-образной, как в этом случае. Он зажимается между пальцев. Дальнейшее его использование понятно. Я сейчас про отработку метания ножа, если что. Но таким и прибить можно. Так вот, изготовлен он из стали, рукоятка из специального нескользящего материала. Подойдет для тренировочных целей. Отзывы хорошие, позитивные. А тепленькая ведь и правда пошла. У меня тут переносной душ. Буквально. Сейчас многих настигло разочарование, что это не душевая кабинка или какая-то подобная полноценная система, а всего лишь насадка на бутылку. Кстати, продается такая модель не в Китае, а в Америке. Странно, такая полезная вещь, а в Китае не нужна. В общем, эта насадка надевается на бутылку объемом 1-2 литра, ты ее наклоняешь и все. Только не мойтесь в людных местах, это чревато последствиями. Для походов норм. Да Винчи бы охуенно обалдел от такого поворота событий. Вот это маленькое существо, робот, который может рисовать. Если можно так выразиться. Он поставляется в разобранном виде, но с его сборкой справится даже маленький ребенок. Умный маленький ребенок. После сборки вставляем батарейку, включаем и видим это. Робота можно подтолкнуть, чтобы он не рисовал круги на месте. Это хороший способ ребенку узнать, как устроены роботы и что они могут делать. Да и для некоторых взрослых тоже залипательно. Я как-то хотел себе арбалет, но позволить себе его я не мог. Да и не смог бы, если бы не наткнулся на вот это. Это мини-арбалет помещается буквально на ладони. Весь. И да, он реально может стрелять. Выполнен он из нержавеющей стали, да и стоит, кстати, недорого. Стрелять может уменьшенными версиями стрел. Прям как настоящий. Если хочешь поиграться, самое то, только аккуратно. Стреляет он довольно быстро, да и заправлять его нетрудно. Всовываешь снаряд и вперед. Все, выкидываю свою большую стиралку. На смену ей приходит вот это. Это маленькая портативная стиральная машина. И да, она реально работает, надо только включить ее и положить в тазик с водой, порошком и грязными вещами. Дальше все само произойдет. Много такой, кстати, не перестираешь, это надо помнить. Стирает она по принципу своей старшей сестры. И там, и там вращение. Питается такое изобретение от сети. Заколебали проводные наушники ломаться, ну реально. Нашел сейчас беспроводные, рассказываю. Наушники хорошие, это как бы вкладыши, пользоваться ими удобно. Есть в черной и белой расцветках, работают от Bluetooth пятой версии. По заявлениям могут воспроизводить музыку целый день. Еще они могут работать независимо друг от друга, что прикольно. Теперь про качество. Басы есть, частотного перегруза нет. Есть кодек APTX, это тот самый топовый по звучанию. По факту подойдут всем. А помнишь, как играли в войнушку? Вот к нам вернулась такая возможность. Вместе с радиоуправляемым танком. Это реально полноценный, блин, танк. Играться с этим можно через огромный пульт управления. Очень резво ездит, да даже по бездорожью проедет. Позволяли бы габариты. С точки зрения дизайна копия точная. Довольно увесистый, добротный. А еще он может даже стрелять пульками. Никого не убьют, конечно, но в человека все равно лучше не стрелять. Игрушка для настоящих мужиков. Если ты живешь поблизости с медведями, не думай выключать это видео. Я расскажу про спрей против медведей. Вообще, вряд ли кому-то понравится, что ему в лицо прилетает вонючее облако, но это позиционируется именно так. Работает, как и любой другой баллончик для самообороны. Ничего примечательного. Туристам тоже подойдет. Если честно, не проверял, я человек городской. Но, судя по отзывам, он хотя бы работает. Вещь в походах нужная. А это литрокон. Инновационный строительный материал, который, по сути, представляет собой разновидность бетона. Нельзя сказать, что литрокон совершенно прозрачный материал. Он обладает лишь светопрозрачностью, которая позволяет разглядеть только силуэты и контуры. Для получения такого эффекта помещение должно быть освещено изнутри. При любых других условиях конструкция из литрокона ничем не отличается от обычного бетонного варианта. Не буду вдаваться в подробности, что такое двигатель стирлинга и зачем он нужен. Ты просто посмотри на это. Это тот же самый двигатель, только в форме шестиствольного минигана. Спойлер, пострелять не получится. Зато получится запустить. Надо только поджечь что-нибудь на передней части стенда, подтолкнуть и... хоба! Миниган работает, только не стреляет. Энергии у него достаточно много, жалко аккумулировать и передать ее не получится. А это вполне интересный товар за один доллар. Одноразовое мыло. Приходит в небольшом футляре с крышкой на защелке. Внутри лепестки всамделишного мыла. Хоть и заявлено, что пластинок 20, на самом деле их больше, у меня оказалось 23. Китайся, спасибо вам! Запах едва ощутимый. Нормального туалетного мыла. Не вонючий и не резкий. Мылится нормально и в теплой, и в холодной воде. В холодной, повторюсь, тоже так, как пластинка тонкая и успеет размылиться от тепла рук. О! Еще одна необычная осветительная декорация. Вот такие RGB трубки. Сразу минус, скажу, светят они не очень сильно. Чисто декоративная функция. Зато могут быть выставлены под любым углом и синхронизированы для создания светового шоу. Главное, затусить под такое не сильно, а то соседи могут и полицию вызвать. Внутри трубок находится светодиодная лента, которая выполняет свою главную функцию. Только стоят они дороговато. Проще уж ленту купить. Хочешь проследить, чем занимаются без тебя твои родственники? А может, у тебя мания преследования? Тогда не рекомендую покупать эту камеру. Она охранная. А вот для тех, кто хочет знать, не пробрался ли кто ему в жилище, это пожалуйста. Камера на магните может снимать Full HD, а еще обнаруживает движение на расстоянии 6 метров и может управляться через приложение. Кстати, с ним проблемы, скачать трудно. Пока этот QR отсканируешь, уже весь дом вынесут. Скажу сразу, в детстве у меня такой был, поэтому приступ ностальгии мне точно обеспечен. Короче, это набор реального танкиста. Почти. Нужно будет собрать танк из подручных материалов и пустить его на поле боя. После сборки этот танк может ездить, вертеть дулом, только обидно, что он не стреляет. А так, хорошая игрушка, ездит резво. Вот только у меня сомнения, что маленький ребенок сможет осилить проводную часть сборки, когда все подключается. У меня тут есть крышка, но она необычная. Купил ее на Алике. А все для того, чтобы можно было удобно закручивать жестяные банки. Особо про этот товар сказать нечего. Обычные многоразовые крышки на жестянке. Товар хороший, в комплекте сразу шесть крышек идут. Когда он может быть полезен, пф, вот представь, едешь ты, открываешь жестяную колу и еле дышишь, чтобы не расплескалось. А так надел эту штуку и все, все хорошо. Это неплохой гаджет против комаров. Эта штука привлекает их светом, а подлетевший комар вентилятором втягивается внутрь лампы, где ему и приходит погибель. Присутствует единственный шум от лампы, когда комара втягивает внутрь, раздается щелчок. Это значит, комара убила током. Работает она от USB разъема, так что придется покупать переходник. Вот это производители не продумали. Или продумали и решили, пусть еще и переходник у нас купит. Да, я знаю, что до пары арбузов еще не скоро, но лучше раньше тебе открыть это великое знание. Я знаю, как нарезать арбуз идеально ровно. При помощи от такой штуки. По факту это получается лезвие, которое пронизывает арбуз, разрезая его. Главное сделать это побыстрее, пока сок не вытек. Но режет вроде и легко, гораздо лучше, чем стоять с ножом и ковыряться. Теперь ждем лет, чтобы затестить это в деле, а не по отзывам. Помните, как у нас раньше были разные конструкторы и кубики? И я помню. Теперь же на их место пришли новые конструкторы. Вот такие. Они продаются в разных наборах, но суть одна. Эти квадратики скрепляются друг с другом. Это можно сделать в любом порядке, но в каждый набор заключена специальная фигурка, которая по итогу и должна получиться. Например, такие. Красивы, конечно, но квадратики мелкие. Лучше маленьким детям не давать. Любителям косплея посвящается. На Алиэкспрессе уже давно затариваются многие косплейщики. Флэш, персонаж хоть и не особо популярный, но костюм на него получился хороший. Правда, и стоит он 17 тысяч, но цена приемлемая. Костюм получился добротный. В комплекте куртка, сапоги и перчатки. Плюс маска заказывается отдельно под размер. Жалко, что скорости она не придаёт. Хочешь выиграть смартфон Samsung Galaxy S21? Тогда принимай участие в конкурсе. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет! К сожалению, прошлый ролик пока не собрал 20 тысяч лайков, а значит конкурс продолжается. Надеюсь, он соберет их к следующей пятнице. Китайцы, спасибо вам! Я думаю, получилось идеально.